Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня, возможно, для многих из вас сегодняшний гость будет достаточно неожиданным. Как, собственно говоря, и для меня, вот это интервью, оно не было неожиданным в плане того, что готовилось интервью, оно неожиданно потому, что мы его проводим на два дня раньше. Сегодня в гостях у канала известный астролог Светлана Драган. Я даже вот чуть-чуть нервничаю. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте, Светлана! Видите, у нас две Светланы. Поскольку вот у нас сложился такой экспромт, и мы впервые друг друга видим и общаемся, давайте знакомиться. Вот, честно, какого-то плана такого нет, да, но, слушая ваше выступление, конечно же, вопросы есть. И вот хотелось бы сегодня поспрашивать вас. Спасибо, что вы готовы к любым вопросам. Спасибо, насколько смогу, настолько отвечу. Я совершенно как бы не бог и не царь, но всё, что могу. Хорошо, спасибо. Светлана, ну, вы знаете, вот скажу честно, для меня, наверное, самой разговор с астрологом – это неожиданность. Почему? Потому что я человек жёсткой логики. Вот, несмотря на то, что я женщина, да, но даже вот известный Игорь Алексеевич Гундеров вечно при встрече мне говорит, Света, у тебя чисто мужская логика. Правда, это, конечно, звучит в его устах как комплимент, хотя меня это не радует, да. Но, тем не менее, тем не менее, как бы, вот мне, конечно, там, научные изыскания, что-то точное, доказательства какие-то, ну, по жизни были ближе, да. Но в какое-то время, но, с другой стороны, я и не отрицала. Я всегда так периодически заглядывала в свой гороскоп. Если всё хорошо, значит, всё хорошо. Если плохо, ну, значит, что-то там на астролог наврал. Прошу прощения, а в какой гороскоп? У вас есть какой-то индивидуальный гороскоп? Нет, у меня нет. Это вот то, что обычно сообщается. Нет, конечно. Вот, но вы знаете, с некоторых пор я всё-таки пересмотрела, ну, во-первых, отношение своё и к жизни, и к взгляду на жизнь стала менять, да, и отношение к профессии астролог. Чем больше вот я слушала, как бы, каких-то прогнозов, да, тем больше понимала, что нельзя вот это вот оставлять без внимания, здесь что-то есть, в этом нужно разобраться. Наверняка вот с таким отношением и вы тоже постоянно сталкиваетесь, особенно во времена кризисов, известно, что когда старые, логика старые приёмы не работают, люди находятся в каком-то таком состоянии непонимания, что происходит, и естественным образом они обращаются к чувствам, к мистике, к эзотерике, в том числе и к астрологии. Ну, вот что уж точно нельзя назвать мистикой и прям такой вот романтической эзотерикой, так это астрология. Это настолько геометрия с математикой, что здесь просто очень мало места фантазии, если честно, потому что, да, профанированная эта наука, да, то, что вы сейчас сказали, меня удивили, думаю, вы заглядываете в свой гороскоп, я действительно подумала, что вы заглядываете в настоящую астрологическую карту. То, что читают люди в журналах, ну, это такая вульгарная такая интерпретация для любителей позабавиться, не более того. А вот к примеру... Я прошу прощения, я именно так отношусь, говорю, если что-то хорошее, о, замечательно, настроение повисит, если что-то плохое, ну, это всё равно ерундистика. Ну, на самом деле был такой один очень известный математик, он прямо вот профессионально известный математик, не буду выдавать его фамилию. Он решил развенчать астрологию, и для того, чтобы развенчать, нужно хотя бы с ней познакомиться, с профессиональной астрологией. И он в неё погрузился. Теперь он её тотальный адепт, теперь он её защищает, а это математик. И в самом деле, если вот чуть-чуть познакомиться с этим, хотя бы на начальном уровне, то человек очень бывает удивлён, что это абсолютные точные вычисления, которые состоят из перемещений градусов планет, из угловых расстояний, из очень сложных математических формул. Поэтому вот просто у природы своя логика, а мы не хотим с этим считаться. Ну, будем так считать. Ну, получается, сегодня вот всё чаще и чаще звучат такие фразы, что мы, и я сама уже, собственно говоря, начитавшись много всего, ну и просто даже чувствуя, чувствуя где-то, вот анализируя то, что происходит, действительно, всё больше чаще и чаще думаю, что мы перешли, мы перешли в какую-то другую фазу. Вот сейчас вот жизнь меняется, она совершенно будет другая, она не будет похожей на то, как мы жили раньше. И, соответственно, та логика, в которой мы жили раньше, она тоже не будет работать. Но вот на что людям опереться, на какую логику, да, получается, получается, собственно говоря, вот вы же говорите о Вселенной, о логике Вселенной, вот, и может быть, мы просто от неё далеко ушли, перебравшись в города и строя свой искусственный мир и, собственно говоря, строя свою логику. Ну, тут нужно сказать вот что, что мы имеем дело не просто с астрологией, мы имеем дело с системой, в которой мы живём. И не случайно наша солнечная система называется системой. И если есть система, у неё есть свои правила, а уж если мы не хотим об этом ничего знать, но это нам только плюсы не делает. И, может быть, не случайно вот такая генеральная линия долгое время была. Потому что знание – это очень серьёзное, знание, позволяющее не столько сидеть, ждать приговора, сколько маневрировать. Это практически дорожная карта как в руках просто конкретного человека, так в руках, может быть, руководителя страны, любых обстоятельств. То есть это буквально навигатор. И если люди бы понимали, что это так, по крайней мере, многие-то понимают, те, кто пользуются этим, но очень мало кто понимает, что это такое. И вот в догадках о том, что это такое, я, честно говоря, даже иногда утомилась отвечать на вопросы. Я смотрю, так читаю, и, ну, например, о себе кое-что. Ну, это не астрология, это, наверное, ясновидение. Вот, наверное, разочарую. Это астрология. Просто когда ты занимаешься этим плотно, ты посвящаешь этому жизнь, и ты ее понимаешь, то, вот, собственно говоря, она дает удивительные возможности. Более того, она очень широкого, естественно, спектра. И когда ты... Вот в чем суть? Представьте себе вот такую картину. Вот в 19-м году, не знаю, видели вы или нет, я с Анной Шафраном, у нас небезозвестная есть программа, где я говорила о том, что будет жесткий год, о тоталитарных режимах, практически войне. Было понятно, что война как будто бы и не совсем уж так ядерная, скажем так, а другая. И было видно многое, что... Но люди же не готовы воспринять, даже вот то, что в их стереотипе не живет, в их головах, то они пытаются как-то из опыта прошлого что-то взять. И когда ты, например, смотришь сверху и думаешь, так, сейчас побежит толпа оттуда и побежит сюда, ты это знаешь, но ты не внутри этой толпы, ты просто видишь, как вот эта программа управляет людьми, направляя определенный импульс, и они начинают на него реагировать. Реагируют поодиночке, реагируют целой толпой, и они находятся в условиях этой симуляции. А представляете, какие возможности у нас могут появиться, если не только я буду смотреть и видеть, как вот сейчас вот в такое-то время побежит отряд людей условно стрелять. Ну, я так говорю, конечно, так, на фигуральном. Поэтому, когда ты наблюдаешь вот в эти условные моменты эти события, движения, эмоции людей, глобальные эмоции, все, что ты можешь ощущать, только досаду, что ты для чего это сказал? Для того, чтобы люди перестали реагировать на банальные информационные поводы, которые никогда не выведут их из режима вот этой игры. Тогда они участники процесса. Как можно чего-то ожидать, если ты не режиссер? Как можно что-то ожидать, если ты не знаешь сценария? А вот если ты знаешь сценарий, то тогда ситуация складывается совершенно иная. потому что в чем вообще соль вот этой астрологической системы? Там есть условные комбинации, которые должны проиграться. Наши события на самом деле, вообще события, они привязаны к определенному времени. Но они как геометрический рисунок существуют. Здесь должно быть столкновение с такими красками, примерно с такими участниками, примерно по такому-то поводу. Мы понимаем, что пошел сигнал, что он будет в это время. Но если мы понимаем, что энергия имеет такую окраску, мы же можем распорядиться этим иначе. Поэтому, понимая вот эти острые углы или наоборот созидательные, мы можем либо это использовать, понимая, что здесь заложен импульс, и тогда мы просто молодцы, и тогда мы понимаем, что когда с нами разговаривают высшие силы и говорят, слушайте, они разумные, давайте мы им дадим больше, давайте мы им дадим технологии. Ну, как разговаривать, да, каким-то силам, как пытаться достучаться, если люди не готовы выйти за рамки своих банальных бытовых столкновений. Пусть они не бытовые, пусть они военные, одно другого не умаляет. Но вот, наверное, необходимость понимания, как устраиваются эти вещи, как подается импульс, и что он запланирован, но вы его можете использовать как мощь, как силу, как строительную активную силу, либо чуть-чуть подождать. То есть, есть все время в запасе потенциальный сюжет. А вот как вы его разыграете, вот здесь уже тема управления. Управление не с точки зрения манипуляции, а с точки зрения осознанности. И когда ты смотришь сверху на эти процессы, само собой возникает ощущение понимания, как все устроено. Докричаться сложно. Люди не привыкли, во-первых, люди привыкли слышать рубленные фразы, и когда ты сказал эту фразу, слово произнесенное, оно сразу же реализует худший сюжет. Поэтому, когда говорят, а почему вы не сказали вот это конкретно, почему бы вам не сказать так? Ну, потому что, да, потому что нужно оставить люфт для разума, для выбора, для работы над собой. Поэтому, пока не произойдет, ну, хотя бы такого дистанцирования от того, что предлагается. А на сегодняшний день конструктивного ничего не предлагается. Предлагается разобщенность на любых уровнях. Гендерных, политических, культурных, любых. И мы, большинство, по крайней мере, людей, реагируют на это искренне. Тут человеческий фактор, это дело прекрасное, это естественно. И когда тебе не все равно, когда обижают твоих любимых героев или близких тебе людей, это нормально, это хочется защитить. Но, когда благими намерениями дорога в ад, вот это как раз то самое. И вот мы сейчас как раз находимся в периоде, когда вот это максимальное столкновение нас вдруг отрезвляет. Я приведу такой пример. Я понимаю, что, наверное, может быть, у вас есть вопросы, но я уже договорилась. Ну, наверное, пример странный. Я когда-то занималась окинавой карате. Да, это смешно, но было такое дело. И вот, когда ребром ладони нужно разбить кирпич, нельзя смотреть на кирпич. Надо смотреть на то, что под кирпичом. И, представляете, тогда возникают совсем другие задачи, совсем другое понимание цели. А мы все время по кирпичу бьем. И вот мы ничего не имеем. Мы разбиваем головы, руки, все что угодно. И вот отсутствие дальновидения, как был такой философ, я очень люблю его, Лев Шестов. Это такой русский философ, очень стоит его почитать. Он говорил такую фразу, банальную, казалось бы, но бросьте собаке палку, она посмотрит на палку. Бросьте льву палку, он посмотрит на того, кто бросил палку. И вот нам надо научиться смотреть на того, кто бросил палку. И тогда у нас сформируются и понимание, и цели, и осознанность. Нужно все-таки, конечно, как-то сейчас остановиться. Ведь вопрос не в такой вот тотальной войне, где разделение прежде всего, а войне самого с собой. Готов ли я сейчас взять себя в руки и посмотреть, не побежать, не сделать каких-то быстрых движений, ошибок, не обвинить, не предъявить претензии, а позаниматься самим собой. Ну, собственно говоря, я признаюсь, я тоже слышала ваши программы некоторые, и поэтому, наверное, ну, так откровенно бросилась к нашему диалогу, потому что вы и про Ефремова говорили, и, собственно говоря, так оно и есть. И поэтому, когда мы ищем, что кто-то должен что-то сделать, какие-то решения принять, придумать идею, а мы собой не занимаемся, то мы просто теряем время. Да, спасибо вам огромное. честно говоря, у меня по ходу возникло сразу несколько вопросов. Первый вопрос, вот правильно ли я понимаю, что когда вы смотрите на космос, на небо, на планеты, на звезды, то и ведете какие-то математические исследования, то есть вы просто видите, что вот благодаря какому-то положению планет, звезд и так далее, формируется какая-то энергия, которая как импульс направляется на Землю. И эта энергия, она не имеет ни положительного, ни отрицательного заряда. Это просто импульс энергии. По сути, вы правы, хороший вопрос, потому что на самом деле бывает энергия чрезмерная, которая не может пройтись через, например, через провод 220, нужно пропустить 1000 вольт. И вот такая энергия бывает, когда она не может быть адаптирована. И мы ее не можем как будто бы декодировать и понять. У нас сразу же желание схватиться за топор. Но как только мы начинаем, прежде чем хвататься за что-то, ну, я-то у себя вижу это, а те, кто не видит, могут только слышать, а это очень сложно. И вот когда ты видишь вот эту модель острую, ты понимаешь, здесь энергия бурная, здесь энергия жесткая, и она не может ждать, ей придется работать очень мощно. И вот то, что происходит в момент решения, в момент внутренней работы над собой, где тебя там, я не знаю, толкают на что-то, и ты идешь вместо того, чтобы подумать, как ты можешь примениться, ты идешь воевать, скажем так, то от человека, от человечества идет сигнал. Ну, считайте, вот эта картинка тогда, она может быть не такая, но вот чтобы вы понимали, когда идут сигналы от людей в момент отдачи импульса, да, то есть на вас идет импульс, вы его проигрываете в голове и тут же реагируете на него. Там отражатель говорит, он сработал банально, разговариваем с ним на этом банальном языке. как только человек отыгрывает это разумно, идет другое, другая частота волны обратная. Понимаете, мы же взаимодействуем. Тут все-таки зависит от частоты и высоты вибрации. Ну, в какой-то степени от осознанности в момент, когда тебе послана необходимость проверки на прочность. Проверки на прочность, да. Ну, вот просто, ну, как бы у нас это выражается, наверное, в магнитных бурях или еще что-то. То есть, вот я просто хочу понять, то есть, и чтобы люди тоже поняли. Ну, ведь у нас вот сегодня, то есть, как мы ее используем? Ну, как один человек использует, это одно, но ведь вы сказали человечество. Человечество не действует в унисон. Человечество может, как толпа, действовать в унисон, только если этой толпой руководя, да. Вот прошла серия каких-то там цветных революций по всему миру, да. То есть, это управляемо. То есть, опять же, эта информация, видимо, владеет те, кто организовывает это все, да. То есть, они понимают, что вот в это время можно лучше устроить. И если люди вот этих вещей не понимают, не знают, они просто ведутся. А если они будут знать, они могут понимать, что вот в это время они, выдавая какой-то свой импульс, да, и объединяясь под другие задачи, точно так же могут эти задачи выполнить и победить. вот правильно я понимаю? Ну, сейчас немножко интерпретирую, да, вот в моем, как бы, понимании это обстоит. Во-первых, когда что-то происходит на Земле, у астрологии есть такое понятие, как астрокартография. То есть, есть определенные точки в моментах, в определенных, где это будет работать, а где не будет работать. Или где это будет работать эпохально, а где-то чуть заденет. И вот, например, вот когда башни-близнецы рухнули, за два с половиной месяца до этого было солнечное затмение вот прямо как раз на Нью-Йорке. И это как раз и говорило о том, что здесь сейчас формируется какая-то крайне драматичная ситуация. Я, конечно, понимаю, что те, кто процесс этот понимают, они его используют. Есть даже такое в астрологии понятие, ну, мы так зашли немножко в другую сторону, может, это будет интересно. Есть такое понятие Луна без курса. То есть, ну, это когда Луна не взаимодействует до выхода из знака ни с одной из планет. В это время практически никто не может выяснить, что произошло. То есть, информация будет скрыта, по крайней мере, тотально долго. И все вот эти вот события, которые происходят такого рода, я сразу смотрю и вижу. Хорошо, в этот момент действительно Луна была без курса. Я сразу понимаю, что это запланированный акт. Я точно так же видела, как тот же Титаник, как запланированный акт на Луне без курса, в затмении. То есть, конечно же, есть такие силы, но эти комбинации планет острые, они неотменимы. Вопрос, как вы их действительно будете использовать. Ну и тут мы, вот, наверное, тут такая физическая величина начинается. Вот смотрите, воздействие на людей. Допустим, если мы звуком влияем на магнитные частицы, а мы магнитные резонаторы, и мы меняем частоту звука, ну, если вы там интересовались этим, вы видели, как меняется узор. На нас воздействует, мы конфигурируемся вот так. Воздействует, мы конфигурируемся по-другому. Но это возможно только тогда, когда ваш личный магнит не декодирует информацию и не понимает, что с ним происходит. Как только вы обретаете некий больший тонус, статус вибрационный, у вас другой разговор с космосом. И вот мы сейчас, естественно, разделяемся на тех, кто уже как-то работает над собой, что-то с этими людьми происходит. И что хотелось бы сказать. Я смотрела вашу очень интересную передачу про специальный лазер. И там тоже возникал как будто бы вопрос. Ну, вот кванты объединяются в некий поток в момент какого-то импульса. Тогда возникает вопрос. А когда возникает этот импульс? Откуда он вообще берется? А вот он как раз и берется от таких уже запланированных моментов такого планетарного, планетарной конфигурации. Здесь формируется импульс. Он не только просто бесцветный. Он имеет на самом деле цвет. Это даже смешно, когда цветная революция и цветной импульс. Цвет в том смысле, что, допустим, мы видим, как это будет происходить, каким образом, каким оружием, как это пойдет дальше. То есть это не вот такая линейная история. Она имеет объем, содержание. Но я вот не однажды приводила примеры там различные. Но то есть многие люди, кто может себе позволить пользоваться услугами действительно профессионального астролога, они знают, что им удавались эти маневры. И в самые трудные времена, когда я, ну, допустим, я работала с одной девушкой, которая довольно высоко, вертикально разлетала по иерархической лестнице. И видно было, что тяжелая у нее ситуация будет. И один мой коллега говорит, ты же понимаешь, что она умрет. И я говорю, мы ей не дадим это сделать. И в тот момент, когда нужно было выстрелить, в хорошем смысле слова, да, подняться, это было тяжело, но человек это сделал. И вот при таких мощных конфигурациях можно сделать многое. Но мы далеки от понимания, вернее, ну, желания это использовать. Мы используем все, что возможно, вычисляем какие-то там технические, есть, например, в биржевых вопросах так называемый фундаментальный метод анализа и технический. Вот все, что есть. Попробуй туда подойти ближе к астрологу. Конечно, астрологи тихо работают с этим и успешно работают. Но это как будто при договоренности нельзя это использовать. Но нельзя потому, что определенные силы этому противостоят. Это же тоже, в общем, знание. Это же путь к просветлению. Вот. И наш-то путь вот за кирпичом это просветление, это не то, что мы вот экономически должны поддержать и нам, чтобы хорошо жилось. А дальше мы там посмотрим. Конечно, мы будем добрыми. От нас не это требуется. От нас требуется видеть ту цель, зачем мы сюда пришли. И чтобы мы могли организовать себе здесь комфортное пребывание, чтобы выполнить эту цель, а не цель вот этого кирпича его разбить. Поэтому вот, когда мы цели перед собой поставим верной, когда мы его почувствуем, когда для нас светоносность нашей души будет иметь значение, тогда нам и сверху многое будет даваться. Потому что если мы хотим технологий, а мы не готовы, нам никто этого не даст. Вот, собственно, такая ситуация. Я правильно вас понимаю, что вы под технологиями прежде всего подразумеваете в том числе и бесплатная энергетика, то есть то электричество, ну, скажем, грубо говоря. Не только, конечно. Вообще, скажем, мы все время делаем ставку на некие механистичные вещи. Даже тоже цифровизация, это все-таки такой технократичный подход. Но мы никогда не думали о работе с мастерилизацией какой-то. Мы никогда не думали о вещах, которые, в принципе, использовали все давно существовавшие цивилизации. Собственно, с этого, видимо, все и начиналось. Когда мы видим вот эти сооружения, мы думаем, они что, молотком стучали? Вот что, у них такой прибор огромный был. А где завод? А где записи? А где технологии? А технологии, они другие. Они гуманно-ментального, духовного свойства. В это сейчас вот очень как будто бы не верится, но смысл-то заключается в том, что мы как раз стоим на пороге этого выбора. Мы выбираем высокий дух, а значит, и высокие возможности. Только другого толка. Ну вот, наверное, по этому поводу очень много хотелось бы сказать. Наверное, это, наверное, сейчас будет крик души. Может быть, вы не задавали этот вопрос, но вот все говорят, ну когда же будет хорошо? Вы же сказали, 21-й год, это уже хорошо. Мне хочется сказать, смотрите, у нас происходит смена генезиса у нас. Представьте себе, что у нас мгновенно, вот как мы себе представляем, сменился вот этот генезис. У нас другое ДНК, у нас другое мышление. Физика процесса не может выдержать такой нагрузки мгновенной. И если мы хотим спокойного перехода, наиболее бескровного, это должно быть заложено в нас, это должно быть заложено в сердце и в душе, да, и в голове, условно говоря, да. Поэтому все процессы, которые сейчас происходят, они будут происходить и происходят по наиболее гуманному сценарию, как бы нам это ни виделось и ни казалось. И сейчас, кстати говоря, как раз начиная с марта, мы немножко выходим вот из этого вот пике такого страшного, когда основной задачей было сломать наш дух страхом. Вот сейчас у нас период довольно созидательный, нас еще, конечно, в июне будет турбулентностью так подмучивать, но это все вопросы такие. И, конечно, будет наиболее ударным это конец года, начиная где-то с октября, декабрь, вот там вот. Там и будет результат того, как теперь, во что превратилась эта поляризация людей, разделение, борьба идей и так далее. Мы проходим сейчас как раз тот момент, когда мы должны понять, кто есть кто сейчас и кто куда дальше идет. Поэтому лучше, наверное, это сделать в каком-то осознанном варианте. То есть, ну, получается, вот весь прошлый год и, собственно говоря, переходящий в этот год, вот те ситуации, которые происходили в мире, это, по сути, именно проверка на прочность и проявление, кто способен перейти на эти высокие энергии, а кто нет. То есть, правильно я понимаю? Конечно, конечно, ведь ситуация была запланирована так. И причем, знаете, как она была запланирована? Там участвовала такая комбинация планет жесткий страх. Ведь, в принципе, еще ничего такого не произошло, кроме нашего страха. Произошло только одно. Кто-то поддался на этот страх и сделал определенные действия, а кто-то вдруг понял, что его тут не туда зовут. И не было бы вот этого всего, никто бы вообще не очнулся. А у нас происходит такая трансформация на планете, что надо бы очнуться, потому что надо сделать выбор какой-то, да, и какие-то физические, органические вещи, они тоже будут зависеть от этого выбора. Поэтому все идет своим чередом. Ну, когда мы с благодарностью воспринимаем все процессы, мы их принимаем, и мы говорим, мы молодцы, мы герои, мы поняли, мы прозрели, мы просветлели, смотрите, сколько таких людей. Когда был такой поток знаний, когда был такой поток добра, если угодно, просто вопрос, кто куда смотрит, кто смотрит в мейнстрим, там телевидение, да, такое центральное, скажем, а кто смотрит в какую-то другую сторону. И тогда стакан наполовину полон, наполовину пуст. Так, конечно же, пусть он будет наполовину полон, мы его заполним уже до конца. То есть, это опять к вопросу о том, что кто управляет вашим вниманием, вы сами или кто-то. Да, 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 действительно, сразу же, как только вы чувствуете, даже в ваших семейных отношениях, простых, бытовых отношениях, вдруг возникает какой-то конфликт, подумайте, а вообще, что это такое сейчас происходит, что вообще это происходит. Как только вы раз отказались от этого конфликта или как-то конструктивно его решили, второй раз вы начинаете видеть, что этого не происходит. Более того, люди, которые вам предлагают эти банальные конфликты, они как-то уходят из вашей жизни, приходят те, кто понимают вас. То есть, вы своим выбором формируете круг людей вокруг себя. Вы уже формируете, условно говоря, эгрегор, вы формируете целую общность. И иногда говорят, ну где ты видишь этих хороших людей? А я думаю, где они видят плохих? Вот, ну да, конечно, да, да, действительно. Вот, и так хочется спросить, они говорят, да нет же, вот у меня этого нет. Но, когда вы внутри системы, то, конечно, вам сложнее это увидеть. И сейчас система многих выбрасывала неким выбором, да, медицинского толка. Но они хотят быть в системе. Они считают, что система, это гарант их надежности, стабильности и все. Но, вот такой выбор, потому что система, которая была навязана, она, естественно, имеет такое программное образное обеспечение, вам плохо, вы должны бояться, у вас никогда не будет денег. То есть, вот этот сформированный образ, он действует на первом программном уровне. Как только вы выходите из него и у вас есть образ другой, то, как говорил Тесла, когда он говорил, ваши глаза состоят из колбочек и линзочек, и вы, в общем, не видите, а просто отражается вот этот мир у вас через них, то вы точно так же их отражаетесь во мне. То есть, то, что мы говорим, то, что мы видим, то, что мы формируем сейчас своим сознанием, то и будет происходить с нами, как бы это волшебно не звучало. Ну, вообще, да, очень это звучит волшебно и сказочно, и многим, я знаю, сложно в это поверить, да, и начать действовать. Я даже по себе знаю, что я не с первого раза, вот, ну, скажем так, зашла в эту тему, да, но, опять же, было желание, и, как мне кажется, здесь именно такое искреннее стремление, главное, твой поводырь, то есть, вот, вот, как вы знаете, вот я лично всегда сверяю совесть, то есть, ну, как бы, вот, это вот такой мой внутренний камертон, и даже если моя логика не впускает эту информацию, да, или она мне как-то пытается опровергнуть, но я сверяю, я что-то плохое сейчас делаю, нет, вот это что-то плохое, нет, ну, все, значит, пытаюсь дальше, и вот правильно я понимаю, что все-таки здесь, как только человек поднимает, сам работает над себя, становится более осознанным, то знания сегодня, они все открыты, они просто даются, ну, не каждому, а тот, кто готов, кто созрелся к этим знаниям. Ну, конечно, конечно, просто, я имею в виду вот о тех технологиях, вы так просто сказали, что вот дать ли им технологии, то есть, ну, во-первых, технологии, здесь нужна, ну, некоторая такая, уже общая величина, массовость, да, какая-то, для того, чтобы говорить о цивилизационных технологиях, ни одному там дали, ни двум, ни трем, а скажем, вот сейчас проникают различные, ну, информации различные, которые раньше никто ей, не задавался, она такого полуфизического, полумистического свойства, это хотя бы, она же проникает не случайно, вот это, если у вас есть, куда положить, у вас открытый сосуд, и вы ее берете, то она, конечно, у вас поместится, а если у вас есть системная, так называемая, от слова система, да, мышление, конечно, когда мы говорим логика, что такое логика? Это шлагбаум, который не позволяет, перекрывает нам воздух, вот той самой, иногда совести, да, ну, не совести, скажем, совесть, да, некоторая весть, я тоже скажу из этого, то есть я давно себе сказала, ну, я хочу спокойно спать, я хочу вот просто быть с собой в ладу, а уж как там будет, да, ну, по крайней мере, мне тяжелее будет, если я не буду в ладу, ну, что эти радости жизни без вот этого внутреннего комфорта, и, конечно, когда вы включаете этот орган под названием ощущение, интуиция, понимание, вы вдруг начинаете видеть, слышать, ко многим приходят сейчас и каналы определенные, и, скажем, они разные, конечно, но тем не менее, включение очень удивительных свойств нашего организма, если так можно назвать, проникновение в них другой информации, это признак того, что уже открытость пошла, ну, я знаю, что, когда мы прикрываемся такими понятиями, как логика, физика, и так далее, и так далее, но мы же прекрасно понимаем, уже все знают про физику, про отсутствие информации долгой про Эфир, про Эйнштейна, она попадать стала в наш круг видения, поэтому, если мы все это сложим, и поймем, отодвинемся, и перестанем историю воспринимать, как повод для драки, и каких-то странных воспоминаний, это же тоже матричное управление, история, мы думаем, что мы на ней учимся, мы когда-то вообще чему-то научились на исторических, вообще ошибках или там достижениях, мы идем совсем другим путем, поэтому вот это то, что случилось сейчас в небе, скажем, вот прям буквально накануне Нового года, но это неотменимый фактор, и он просто не может нам волшебно показаться сразу, хотя есть сейчас многие свидетельства, просто они не все проникают в сеть, что все это происходит, другое дело, что кто не хочет этого слышать, ему так легче, ну, вот, наверное, сталкивались с людьми, вы можете в них стучаться, вы можете заглядывать в их глаза, но их глаза не с вами, поэтому, ну, я понимаю, что и у нас могут быть люди, которые нас, меня, по крайней мере, может быть, не поймут, но я почему, скажем, столько лет пытаюсь делать экономические прогнозы, какие-то политические, это отнимает, на самом деле, очень много сил, это доказательство того, что это существует, вот вам, как бы, логический момент, мне приходилось сталкиваться с очень многими известными людьми, которые управляют ситуацией, их интерес лежит в другой плоскости, поэтому никто не хочет воспользоваться этой волшебной палочкой, но сейчас уже, конечно, желающих много, и причем ко мне звонят, пишут и обращаются люди, я вот просто не имею, наверное, права говорить, но это люди издалека, из тех стран, которые нам оппонируют, и это люди, которые управляли процессами, и они переформированы сейчас, они ищут в другой среде, просто это происходит за кадром, а в кадре мы видим другое, и те, кто больше кричат, вообще крик любой, и демонстрация, вообще демонстративность, я всегда к этому отношусь очень, ну, осторожно, как только появляется такая вот, такой тембр тоже. Спасибо, Светлана. Ну, вы знаете, мне кажется, такое отношение людей, это, наверное, все-таки определено тем, что мы очень долгое время жили, что бытие определяет сознание, нас так учили, нас так воспитывали, и, а здесь оказывается, что все наоборот, что сознание определяет бытие, вот, и тем не менее, конечно же, сегодня, ну, в первую очередь, каждого гражданина России, ну, каждого жителя планеты интересует, и как он будет жить сам, и как будут жить его дети, и каким будет его государство, да, вот, но, конечно же, наши взоры, в первую очередь, сосредоточены на России, вот, и в прошлом году, в одном из своих прогнозов, вы как раз сказали, что у России в этом году, как раз, есть очень хороший шанс, ну, вот, сыграть главную скрипку, скажем так, да, есть шанс на переформатирование, есть шанс выскочить вот из той ситуации, в которой мы находимся уже несколько десятилетий, опять же, из других источников я получаю информацию о том, что вот все ждут, скажем так, какого-то нового пути от России, да, потому что сегодня США показывает путь трансгуманизма, цифровой концлагерь, мы видим со стороны Китая социальные рейтинги, в общем-то, ну, та же тюрьма, только под другим знаменем, да, вот, и как-то вот есть такие обращенные взоры на то, что все-таки вот Россия сможет предложить какой-то иной путь, и честно говоря, внутри, как мне кажется, очень многие наши люди, как раз внутренне тоже в это верят, только не понимают, как это произойдет. Ну, я понимаю, о чем вы говорите, я всегда вот думаю, вот смотрите, вот у нас есть пьеса, и по этой пьесе, например, в текущем году, ну, мы должны вдруг возникнуть полярные точки зрения, и мы должны за них начать бороться. Сценарий прописан, мы в него играем, и это занимает какое-то время. И, скажем, мы не можем избежать даже ложных каких-то путей, понимаете, ну, временно, потому что мы должны эту пьесу сыграть, но то, что мы уже ищем, это уже хорошо. Но что меня немного как бы смущает во всем этом, мы говорим об образе будущего, и каждый имеет право об этом говорить, но ведь он формирует этот образ будущего из собственной степени эгоистичности и опыта. нам, может быть, надо его еще очистить сначала, этот образ будущего, потому что давайте пока для начала просто следовать тому, что каждый на своем месте может сделать. Да, я понимаю, сейчас будут порывы какие-то, ну, разного политического толка, мирного. Это уже хорошо, что он будет мирный. И такие будут сюжеты, мы их увидим. Но пока, может быть, конструктива нет, потому что вот буквально, как я уже говорила в своих прогнозах, три полосы борьбы старого с новым, три полосы борьбы, вернее, скажем, три синусоиды таких борьбы, когда старый мир за свое, новый за свое, но нет еще вот этой вот рожденной темы. Но это имеет отношение к тому, что посмотрите, что происходит. Мы этого не замечаем. Что происходит в Европе, там же локдаун, да? Что происходит в Израиле? Мы даже не оцениваем, что у нас-то вообще все по-другому. Мы все равно недовольны. Давайте будем довольными. Давайте будем продуцировать это. Да, конечно, я думаю, что для начала, если быть честными, мы не можем предложить какую-то социальную модель или даже экономическую, прям такую трезвую, хорошо стоящую на ногах, пока нет ощущения вот той цели, о которой я сказала. Потому что, если у нас есть ощущение быть человеком, прежде всего, и понимаем, что мы пришли сюда воспитывать нашу бессмертную душу, которая пойдет дальше, и для нас имеет значение не как мы тут построим сейчас завод, а как мы построим здесь свои отношения в процессе решения задач. Вот как только, как кажется, что это вроде как цель такая весьма туманная, но это сразу начнет формировать истинное сознание и будет сформирован истинный образ. Потому что кто-то из философов, а так это Платон, сказал, что очень главный для человека досуг. Что такое досуг? Это не значит, что вы лежите на кровати и отдыхаете. Это значит то, что вы делаете творчески в момент свободной от той принудительной работы. Он даже делил на искусство рабское и искусство настоящее. То есть рабское, это когда ты как ремесленник должен вот что-то так все время делать, продавать. Но вот чтобы организовать возможность творить, быть вообще полезным, извините богу. Мы ему так бесполезны, мы просто тут чего-то такое совершаем. И если мы хотим что-то сделать, вот первый вопрос, который мы себе каждый должен задать. Чем я могу быть полезен всем этому миру на сегодняшний день на своем месте? У каждого есть свое место. Есть, скажем, журналисты-разоблачители, это их место. Есть люди, которые будут пытаться разговаривать с правительством, искать какие-то формы, не знаю, договоренности. Это их место. Но главное найти необходимость в себе быть нужным в этот момент. И вот как только это произойдет, осознанность вообще станет совершенно иной. И у нас появятся пути, появятся. А когда в одной стране происходит такое, как сказать даже, такая реабилитация, выздоровление, что-то вообще такое новое, свежее, это распространяется на всю Землю. Мы видим, что мы-то, конечно, тоже нездоровы, но остальные страны еще более больны. Поэтому, да, и у нас люди ищут его, и я думаю, что идея это обращение к себе как к человеку, который может для всех что-то сделать. И если эта необходимость возникает, мы и объединяться будем. И если эта необходимость не возникает, эгоизм, чем бы он не прикрывался, какими бы высокими идеями и моделями, он остается эгоизмом, он деструктивен. Поэтому мы не должны себя обманывать и других. Ну вот смотрите, Светлана, я согласна с тем, что вы говорите, но сегодня сознание, оно вот так вот на раз, на шелчок не меняется, да, и привычки многолетние, а то и пожизненные, они тянутся всегда очень долго в обратную сторону. Вот смотрите, мы сейчас, у нас в этом году будут выборы. И вот люди, которые будут активно включаться в этот процесс, они же, в общем-то, считают, что они полезное дело делают, что они действительно действуют на благо. То есть ведь каждый, опять же, исходит из своей модели мира, да, из своих приоритетов, из своих ценностей, и вполне, и очень много людей абсолютно искренних, честных, они таким образом считают, что они приносят пользу. Я сама такая была вот пару лет назад, да, то есть я действовала абсолютно искренне, другое дело, что я разочаровалась, но это не важно, а кто-то не разочаровался, а кто-то наоборот дальше продолжает. Вот здесь еще такой момент, что мы все живем в разных реальностях, и даже у людей с одинаковыми ценностями, грубо говоря, можем говорить заповедями, да, будь то коммунисты, будь то либералы, у них тоже есть свои какие-то нравственные ценности, будь то православные или мусульмане, да, они вот эту вот, как бы, пользу для мира, для человечества могут понимать по-разному. Ну, так мы как раз и говорим о том, что, во-первых, это инерция, конечно, инерцию никто не отменял, а во-вторых, приятие. Мы знаем, что есть такие люди, они нам, иногда нам любимые люди, да, и они в какой-то другой плоскости. Мы это принимаем, у каждого идет свой сценарий. Ну, отговаривать их или сказать, что они неправы, нет, нельзя, но кто-то, ну, кто-то же осуществляет этот исторический процесс. Другое дело, что некоторые вышли и говорят, а я вот могу, например, как граф Калиостр себе, из-за алхимической сейчас превратить свою жизнь во что-то другое. Конечно, мы все неоднородны и никогда не будет этой однородности. У всех разные стартовые возможности. Когда ты строишь индивидуальные карты на человека, когда ты смотришь на его руки, а я все-таки этим занимаюсь, ну, хорошо, есть линии, которые слышат себя, меняются, а есть популярный рисунок, дерматографический, вот, который все знают. Он вообще не меняется. Это как генотип, который сюда пришел с миссией задачи, вот он такой. Это неизменно. И он у всех разный и останется таким на всю жизнь. Поэтому каждый пришел со своим уровнем, со своей задачей. И если мы понимаем, он пришел, он выполняет свою задачу. То есть, вот, как только даже вот это приятие позволить всем быть и всем процессам быть, но выбирать, участвую, что в этих процессах или нет, но все же становится очевидным, то, значит, мы выбираем памятник то ли Дзержинскому, то ли Невскому, но это же просто брошенный повод информационный. Это легко понять. Это то, что нас пытаются разделить, чего бы не было. Любой информационный повод громкий, особенно, да, он может сейчас и из Ютуба идти, неважно откуда. Вот этот громкий информационный повод, где очень остро какой-то полис обсуждается, он сразу же выбивает, нам нужно равновесие. Мир, он неоднозначный, он очень разный. И когда мы позволяем всему быть, мы становимся в центре, и у нас есть баланс. Если мы так за добро прямо, ну добро не бывает со злом, да, если мы там со злом, ну понятно, тут все уже очевидно. Но вот это вот равновесие приходит только с пониманием, и тогда мир перестает колебаться. Он тогда становится стабилен, и он действительно частотным образом, даже, чем больше таких людей, тем больше шансов, что это все будет. А потом хочу сказать так, как бы это волшебно не звучало. Все то, что происходит с нами сейчас физически, если вы замечаете, люди болеют, и не всегда это то, что сейчас принято говорить. Это все-таки идет реформация телесная, органическая, на всех-всех уровнях. Я слышу сейчас от многих удивительные вещи. Ну, живет человек, будет там живет, там еще что-то такое происходит. Вдруг он мне рассказывает, слушай, со мной что-то происходит, я, наверное, она там сошла с ума, так все прекрасно, мне так нравится, как все устроено в этом мире. Ты не представляешь, понимаешь, каждый листочек неба, я в восторге. Ну, понимаете, и это на уровне экстаза. И этих людей очень много, я их очень понимаю. Когда вдруг глаза-то открылись, вот эти изменения будут проходить параллельно. Мы все думаем, что мы тут все решаем. Вот мы сейчас тут решим, идею придумаем. Если она, мы уже готовы, она к нам спустится, и мы к ней будем готовы. Но если мы не готовы, мы будем формировать идею в контексте тех же самых выборов и так далее. Да, пока выборы, да, пока пусть будет так. Но опыт-то продолжается, опыт-то должен быть. Светлана, вот смотрите, вот как я вас услышала, да, ну, потому что мне все равно всегда очень важно понимать вектор направления действия, да, и что самое важное, то, что мы должны делать, да, вот как я вас услышала, мне кажется, то есть я так понимаю, что сейчас как раз не нужно поделать попытки детально прорисовать образ будущего, да, то есть мы просто вот держим направление на повышение своих вибраций, грубо говоря, ну, а проще говоря, именно оставаться человеком, да, то есть вот открыть, вот отказаться несколько от материалистического такого взгляда, вспомнить, что вот есть душа, вот чтобы душа запела, да, многие же болеют на психосоматическом уровне, потому что очень часто просто душу куда-нибудь в чулан там запирают и забывают о ней. и вот, и второе, что нам важно, это то, что нам важно учиться прежде всего взаимодействовать, друг с другом, несмотря на наши политические, религиозные или еще какие-то взгляды, то есть научиться, потому что, чтобы принять этот мир, нужно научиться принимать друг друга такими, какие мы есть. Да, потому что мы-то думаем, что идея должна быть сопряжена с борьбой не такими, как мы, да, вот, а кто сказал, кто из нас какой, мы иногда, наши там тела, личности, это не совсем душа, иногда душа подсказывает, а личность делает, и это иногда решение, и выбор, он как раз не на уровне таком вот визуальном возникает, поэтому, как только возникает возможность не включать громко музыку и смотреть, забить себе уши телевизором, чем угодно, только не думать, а как раз остановиться и, может быть, закрыть глаза и погрузиться в себя и увидеть там, почувствовать, сколько там всего, каких-то мыслей, представлений, космоса, то есть вот эта потребность, чтобы нам что-то дали извне, картинку яркую, чтобы нас просто, не знаю, выбили пробки прям яркой вспышкой, вот это нас забавляет, и вот эта вот разница понимания той визуальной картинки, которая для нас, в принципе, она симулирована, вот мы на нее реагируем, вот, то есть это является, наверное, попыткой остановиться, дистанцироваться от предложенных обстоятельств, просто дистанцироваться, да, я и вы, нас что-то может возмущать, мы же люди, мы пока не боги, да, вот так оно и есть, но, как только этот поиск начался, как только начался вот этот путь туда, он сам вас уводит, и к тем людям, и к той информации, и к тем возможностям, потому что у меня вот связь со многими людьми, которые, скажем, мне пишут, ну, понимаете, сети, и как бы, они все пишут одно, что все чувствуют вот этот вот приток, одна мне, вот мне понравился комментарий один, кто-то пишет, ну, где же ваш счастливый это будущее, что же оно не происходит-то, и одна женщина отвечает, вы знаете, вот у меня своя фирма туристическая, и я, когда вот это все началось, я не упала духом, я потихоньку поговорила с людьми, я была настроена по-другому, она функционирует, никто не уволен, у меня снизились доходы, никто на меня не подал в суд, и понимаете, вот человек, который думал и шел вот этим путем, а мои коллеги разорились, у них суды и так далее, вот эта попытка на себя, вот этот рассчитывает на себя, вокруг люди, вокруг просто есть какое-то пространство для твоего креативного формирования этого пространства, мы не привыкли думать, мы думаем, сейчас я вот придумаю вот эту мыслеформу, ко мне сейчас вот это вот придет, но это, в этом надо жить, как будто вы уже там, это многие очень мне написали, как они счастливы, и как много им дал 20-й год, вопреки всему, как многие многому научились, открыли для себя, стали самостоятельными, стали кто-то даже, в общем, обогатился, в хорошем смысле слова, то есть, это вопрос того, насколько вы в систему прежнюю интегрированы и не можете вырваться, она вас будет душить, она будет делать все, чтобы вы так не думали, чтобы вы не понимали своих возможностей и сил, ну а вот, когда, допустим, эти многие пытаются изучать астрологию, какие-то другие антропологические науки, когда вы вдруг встречаете человека, я смотрю на его руки, вижу у него руки, знаете, вот пальцы, например, с очень выраженными такими косточками, бугорками здесь, да, это люди, которые, ну не могут они вас принять сразу, они должны перепроверить, они очень осторожные, они очень детальные, это не плохие люди, у них так устроено сознание, ты смотришь, ну понятно, сейчас будет там недоверие, потом вот он как к вам привяжется, так и не отлипнет, потому что такие люди, они как вдруг поняли, кто вы, они все, они держатся за вас, а те, у кого, например, ровные пальчики, они мгновенно все поняли, кто вы, что вы, с вами взаимодействуют, но точно так же мгновенно у них многое может меняться, поэтому вы, когда видите, но это все равно, что вы смотрите на океан, а у него вдруг сейчас волны, вы на него не злитесь, вы же понимаете, что это океан, так и когда ты видишь человека, его карту, лицо по лицу, физиогномику, ты видишь, какие у него приоритеты, у тебя не возникает претензий, вопросов, почему он себя так ведет, ты его воспринимаешь, как само собой разумеющийся, и даже с какой-то легкой, ну такой улыбкой, потому что ты знаешь, что он себя сейчас так поведет, поэтому если мы понимаем, вот когда вот перед нами человек, и мы что-то вообще изучаем об этом, мы даем ему возможность быть таким, каким он есть, он для нас становится естественным, а не потому, что он должен быть похожим на нас. Светлана, ну вот вы знаете, у меня есть ощущение, что когда нас будут слушать, будут писаться такие комментарии, как например, не призывайте вы, вот сейчас остро, особенно русскому человеку не хватает справедливости, да, у нас как бы такой основной запрос, это запрос на справедливость, не призываете ли вы сосредоточиться на себе, и уйти от проблем, стать безразличным к общему горе, скажем так, и только вот на себе сконцентрироваться, и главное самому бы выжить, и все это самое. А на самом деле мир захвачен глобалистами, которые сейчас всех нас оцифруют, всех поставят под контроль, и собственно говоря, будут уничтожать, сокращать население. А мы в это время будем там благости для себя искать. Ну давайте будем честны, мир захвачен глобалистами. Это что? Люди, которые, это же те самые космические силы, да, это тот же самый уровень вибраций, как угодно. То есть, если мы будем, та же самая собака, да, когда вы бросили кость собаке, да, она смотрит на, вернее, палку, она смотрит на палку. То есть, мы все продолжаем смотреть на палку. Глобалисты у нас есть. Как против них бороться? Конечно же, конечно, то, что мы их развенчиваем, то, что у нас есть позиция, это же не отменяется. Позиция должна быть, только она должна быть трезвой. Вот к чему, наверное, я не хочу вообще призывать. Я просто говорю, что наличие собственной позиции, это уже шаг вперед. Наличие позиции и поиска единомышленников, это уже шаг вперед. Почему надо погружаться в себя? В себя это когда вы слышите себя как мир и мир вокруг, а не слушаете телевизор и погружаетесь в телевизор, и вот там вам все рассказали, как быть. Я не говорю о, ну, скажем, каком-то отшельничестве, каком-то жутком эскетизме, как раз не об этом. Это очень легкий путь. А вот оказаться в эпицентре событий, внутри этих событий, остаться человеком и, ну, не знаю, даже держать марку с точки зрения сленга, слов, которые вы произносите. Вам, например, навязывают, а давай общаться вот на грубом языке. Слово, мы же вначале начинали, звук формирует вообще всю программу. Ну, тут очень много задач, и для того, чтобы вообще разговаривать, нужны люди. То есть, мы все друг другу нужны, мы все нужны друг другу, но только, если мы начинаем бороться, а нам же вот эту вот борьбу-то устраивают именно в этом контексте. Я понимаю, что очень много сторонников там Навального и каких-то других вещей, но, смотрите, что конструктивного в этом было? Ничего конструктивного не было. Если мы идем за конструктивность, и мы что-то предлагаем, вот это строительство, это созидание. Если мы возмущены, мы можем возмущены быть вечно. Тогда это все туда же. То есть, то, что мы делаем, мы продолжаем делать и накручивать эту историю. Ну и естественно, когда у тебя есть, например, знания, например, астрологические, ты понимаешь, что вот грядет затмение, вот как у нас будет в июне, два затмения, очень серьезно перелопачивающих вообще мир, задевающих Америку, задевающих все формы информационного такого, такой интеграции. Тут все будет. Если мы понимаем, что в затмении формируются длительные периоды, которые не отменить, это программа, то мы, наверное, думаем, а что мы в нее закладываем? Любые шаги. Мы заложили программу ненависти, пусть даже там какому-то врагу. А что ненависть делает? Она что? Строительный материал? Кроме вот создания повода для ненависти, у нас должно быть создание, у нас должен быть повод для строительства. Вы иногда, когда демонстрируете своими, кто-то там с кем-то воюет, а кто-то идет и строит себе. Потом мы говорим, а как ты смог? А я просто строил. Просто нужно, нужно сейчас смотреть в сторону позитивного созидания, не обращая внимания на каких-то собак, которые лают рядом. Понимаете? Ну, хорошо, давайте потратим время на то, что мы сейчас будем с ними точно так же воевать. Конечно, всегда нужна, защитник всегда нужен, всегда были воины. Но вот способы борьбы, вот это тонкая история. Если мы не понимаем, что способ борьбы и против чего мы боремся, вот это ошибочная тема. А для того, чтобы понимать, против чего мы боремся, вот смотрите, мы думаем, что мы боремся против плохого правительства. Ну да, вот так вот, да? И все плохие. Мы сейчас назначим новое, убить дракона у Шварца, да? Оно будет, конечно, лучше. Но как оно может быть лучше, если оно состоит из таких же людей, которые не работали над собой? То есть все состоит из нас, из людей. И если кто-то посылает нам какие-то импульсы такие за пределами человеческой цивилизации, то это только для тех, кто воспринимает эти импульсы и становится нелюдем. А если мы уже воспитали в себе, то мы не пойдем кого-то калечить и мстить за какие-то прошлые грехи детям, потомкам, каких-то, в общем, нам не нравящихся в истории сообществ. Понимаете, есть вещи, которые здесь и сейчас. Давайте исходить из того, что здесь и сейчас и строить. Вот я не знаю, насколько это так звучит, убедительно или нет. Я наоборот хочу сказать и говорила, что вот астрологический принцип, который сейчас вошел в действительность, он-то как раз на объединении. Там как раз вопрос борьбы с общественным эго это самая большая проблема. И мы об этом сейчас и говорим. Только об этом говорим. И чтобы что-то узнать, мы должны выйти на уровень за пределами себя. А мы себя-то не знаем. Мы других призываем, а когда оказываемся в какой-то вот общности, тут у нас опять вертикаль вырастает. Поэтому вот когда ты работаешь с собой и думаешь, как бы тут сейчас с гордыней-то, в общем, не сильно дружить, да, это уже шаг вперед. Поэтому я не говорю сейчас, я это не руководство действует для всех. Нет универсальной формулы. Поэтому я говорю, что каждый на своем месте. Взвесить, что ты можешь сделать? А вдруг ты воин? А вдруг ты правовед? Но только ты давай не будешь продаваться. Тогда ты просто из другого исходи. А вдруг ты врач? А вдруг ты хозяйка дома? Это все имеет значение. Все серьезно. Искренность. Это просто непреодолимый фактор. Ее не победить. А если мы начинаем обманывать и врать, у нас такая становится напряжение, когда вокруг человека такая оболочка, от него отлетает все. У него не складывается личная жизнь. У него много чего не складывается. Искренности нет. Доступа и энергии нет. Она никак не транслируется, не получается извне. Естественно, коммуникации нет. Просто мы привыкли все трогать руками, видеть какой-то результат. А хорошо бы он еще прописан был в СМИ. Тогда это результат. Я это часто сталкиваюсь, когда я пишу прогноз, зная, что это происходило, что я написала. Это никому не сказали. Все за кадром прошло. Но процессы-то идут. А нет. Нам надо официально. Если официально признали. А у нас СМИ сейчас являются нашим противником. И они как раз формируют общественное мнение. Вопрос мнения. Вот что имеет значение. Чтобы вас не увели, куда не нужно. Не знаю, достучалось я или нет. Вы знаете, вы так много и емко все сказали, что я даже не знаю, о чем вас еще спрашивают. Потому что, в общем-то, вы достаточно целостно так вот обрисовали. И как все это устроено, и что мы должны делать. Я очень рада, что мои мысли резонируют просто от слова в слово с вашими. Светлана, мы с вами разговариваем в преддверии 8 марта. Это такой, в России, это такой вот прямо женский праздник. Что касается Европы или США, то они, многие вообще уже забыли этот праздник. Забыли даже, и не знают даже и первопричины. У нас этот праздник, конечно, тоже трансформировался от первоистоков. Но тем не менее, вот мы сегодня с вами, две Светланы, собрались, говорим о вещах чувственных, которые естественно понятны и мужчинам, и женщинам, но мне кажется, все-таки женщины в большей степени чувственные и в большей степени может быть и рациональны. Вот что нам, женщинам, в преддверии 8 марта пожелать? Ну, наверное, чтобы каждая женщина была такой целостной, чтобы ей все, что происходит в ее личной жизни, а для женщины это, как правило, важно очень, исходило не из того, что вы ждете от партнера, вот ждете и недовольны, это вот вам не дал он, а исходить из того, что вы просто полноценно себя ощущаете. Если он вам не мешает быть полноценной, это прекрасно, это уже счастье. Я думаю, что мы, я очень хочу поздравить всех женщин. я знаю и вижу, все мы видим, что, конечно, женщины сейчас во многом играют какую-то особенно доминирующую роль самых сильных и физически, и морально, хотя мужчины не менее сильны. Я просто хочу призвать, чтобы мы, наверное, стали друг другу людьми. Любовь у нас скрипит в любом случае, а все, что касается весовых категорий, кто сильнее, кто слабее, кто больше зарабатывает, кто меньше, кто кому чего должен. Вот хорошо бы, если бы вот это все стерлось, и у нас осталась только одна категория в наших отношениях – любовь. Эстетика – это как бы уже само собой придет, потому что женщина бывает красивой, когда она любима, она счастлива. Поэтому вот этот момент счастья, он всегда прописан на нашем лице, он магнит, он вокруг вас собирает любовь и так далее, и так далее. Вот чтобы быть счастливой, будьте этим магнитом, будьте самой собой, и вы посмотрите, как, в общем, как все к вам тянутся. И на самом деле я смотрю на женщин и восхищаюсь тем, как они умело со всем справляются. И они сейчас прекрасны, и сейчас даже нет вообще понятия возраста, если вы заметили. То есть мы как-то вот так перешли в такую реальность другую. Давайте этому порадуемся, и давайте постараемся сделать так, чтобы мы вообще никогда не старились и были всегда любимы. А для этого быть нужно самой собой. Всегда говорю, что трудно любить человека, которого нет, который совсем вот никто, да, нужно быть этим человеком. И все будет нормально, все будет здорово. Главное, чтобы мы вот не делали вот это гендерное различие поводом для конфликта, кто круче, кто не круче. Давайте это сделаем поводом для такого чувственного волнения. А все остальное само собой как-то приложится. Спасибо вам огромное. Давайте сделаем. Спасибо. Вас, Светлана, хочу от себя лично и от лица своих подписчиков также поздравить с наступающим 8 марта, пожелать вам той самой любви, которой, как мне кажется, никогда не бывает много. Пусть в вашей жизни ее будет еще больше. Счастья, благополучия, мира, добра, процветания и благодати. Светлана, я тоже хочу вам пожелать оставаться такой, какой-то исконно русской, очень естественной, очень настоящей. Я это очень вижу и чувствую. И, ну, дай Бог, чтобы вы чувствовали вот этот отклик на свое настоящееся. Я думаю, что так и будет. И тоже вам добра, любви, счастья и уверенности в том, что вы идете правильной дорогой. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Все хорошо. До свидания.